Ездим в Сухарево, там уже хранилище, зернохранилище, вот там у них закупаем. Галина Логвинова занимается разведением птицы пять лет. Обстановка в соседних районах заставила задуматься о сохранности поголовья. Пускать под нож своих несуших хозяйка не будет. Уберечь от вируса 20 птиц попытается, соблюдая рекомендации ветеринаров. Слышали, слышали. Мы, когда говорили, птичий гриб, мы своих кур на улицу не выпускаем. Вот, нас сразу предупреждает, своих кур не выпускаете. Мы их на улице закрываем, здесь они ходят только вот. Еще одна из рекомендаций – закупать только сертифицированную птицу и корма. Если при падеже выяснится, что сопроводительная документация отсутствовала, то убытки покрывать вам никто не будет, а наоборот придется заплатить внушительный штраф. Лечения от птичьего гриппа нет. Как отмечают ветеринары, летальность от этого вируса стопроцентная. Одна зараженная птица способна погубить все поголовье. Фермеры республики терпят огромные убытки. К примеру, в Муслимовском районе в одном из хозяйств птицы полегло на 8 миллионов рублей. Чтобы избежать таких последствий, ветеринары рекомендовали нижнекамским птицеводам начать забой. Пока нижнекамские у нас давно заболевания нет. Есть вероятность. Есть вероятность, если их не соблюдать, что можно допустить данную болезнь. Потому что сейчас осень затяжная. Птицы мигрируют через водоемы, через населенные пункты. Можно пройти к нейтонизации или контакты с зараженными птицами. Быть бдительным надо и потребителям. Покупать яйца и мясо птицы только при наличии ветеринарно-сопроводительной документации. При обработке увеличить время готовки и температуру. Покупать только на санкционированных рынках. На несанкционированных, с машины или где-то во дворе настоятельно не рекомендую. Между тем, очаги заболеваемости птиц гриппом зафиксированы еще в шести регионах России. Вера Муратова, Фахри Исламов, Рафаэль Ракейпов. Новости НТР.